Президент Джогурку Кенеш, правительство, государственные администрации областного, городского и районного масштабов, местные кенеши и наконец Аилу Кмету. Теперь в этой административной системе государственной власти появился новый управленческий орган Народный Курултай. Решение о его существовании закреплено в новой конституции еще 5 мая текущего года. Однако спор о том, насколько необходима новая структура, длятся до сих пор. Еще когда создание Народного Курултая было только в проекте, велись разговоры о том, что новый управленческий орган наделят большими полномочиями. От законодательной инициативы до участия в кадровой политике правительства. Идея прошла через сито горячего обсуждения Конституционного совещания и в результате мы получили статью 7 основного закона. Конституция Кыргызской республики. Статья 7. Народный Курултай – общественно-представительное собрание. Народный Курултай, как совещательное наблюдательное собрание, дает рекомендации по направлениям общественного развития. Организация и порядок деятельности Народного Курултая определяются Конституцией и Конституционным законом. Ключевое определение дает рекомендации. Другими словами, делегаты Народного Курултая могут быть очень уважаемыми людьми. Но все, что они будут озвучивать, это только советы и не более. Возможно, президент и будет прислушиваться к мнению Аксакалов, ведь не зря же Садыр Джапаров инициировал создание Курултая. Другое дело, что окончательное решение будет принимать только глава государства. Президент Кыргызской республики. Статья 70. Президент по собственной инициативе или с учетом предложения Джогуркукинеша Народного Курултая в рамках закона освобождает от должности членов Кабинета министров и руководителей иных органов исполнительной власти. Обращается к народу, Джогуркукинешу, Народному Курултаю с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Таким образом, в Конституции всего две статьи, где вообще упоминается определение «Народный Курултай». Для того, чтобы он полноценно работал, будет принят отдельный закон, регламентирующий его деятельность. Но судя по тому, что президент будет только учитывать мнение делегатов Курултая, полномочий у них явно не прибавится. Возможно, это ответ на критику противников в создании дополнительного номенклатурного органа, который во многом дублировал бы Джогуркукинеш. «Формировать правительство, заниматься актуальными вопросами социально-экономического развития и определять будущий вектор развития страны. Этими задачами уже давно занимается Джогуркукинеш, с той лишь разницей, что это делают не делегаты, а депутаты. Поэтому, когда общество узнало о том, что кроме Джогуркукинеша будет еще и народный Курултай, многие стали задаваться вполне логичным вопросом «Зачем?». Почему появляются идеи Курултая? Потому что люди не верят в Джогуркукинеш. Они думают, если они выберут Курултай, там придут настоящие народные представители. А люди-то же должны подумать, они же Джогуркукинеш сами выбирают. Сами же выбирают. А потом его же и ненавидят. Поэтому надо ему объяснить, кого вы выберете, тут и придет парламент. Парламент должен прийти представитель народа. Однако победа оказалась за сторонниками народного Курултая. Они утверждают, что новый совещательный орган – это участие во власти более широких слоев населения. Возможность делегировать на самый высокий уровень принятия решения людей с периферии. К слову, в том же парламенте представлены не все регионы страны. И Курултай – это возможность озвучить с высокой трибуны актуальные проблемы локального характера. Все вопросы будут аккумулироваться, начиная с уровня Аюл-Укмуту до республиканского. Поэтому должна быть три вечера, власть должна созидательно работать, успешно, перспективно и бесстрастно должна работать на интересах государства. Тогда это хорошее будет. Но предлагается закон, но закон принимается Джогуркинешем, а не чтобы отдать свои полномочия. Вряд ли. И поэтому она постепенно будет идти, институт возродился, вошел в Конституцию. Поэтому, как бы ни было, эта новинка в чем-то определение будет. Если действительно народный голос хотя бы через них выразить, это даст какой-то импульс для развития нашего государственности. Придать народному Курултаю государственный статус в стране пытались не раз. В 2010 году бывший президент Курманбек Бакеев заявил о создании Курултая-согласия. Его участниками стали 750 граждан. По одному делегату от 440 одного аильного округа и 18 поселковых управ. По три делегата от каждого из 23 городов, 10 от Бишкека и 7 от Оша. Курултай-согласия собрался всего лишь один раз. Оппоненты тогдашнего главы государства говорили, что обладая карманным парламентом и дежурным Курултаем, он хочет сконцентрировать власть в своих руках. Такие же предположения, но уже в отношении нынешнего президента, звучат и сегодня. Народный Курултай это своеобразный глаз народа. Рядовых граждан президенту трудно будет услышать, а вот к делегатам он обязан прислушаться, тем более что они будут собираться по инициативе самого главы государства. Одно дело, если аксакалы будут советовать то, каким должен стать будущий Кыргызстан. Совсем другое, если вдруг они станут преследовать определенные политические интересы. Для того, чтобы это понять, осталось дождаться первого заседания народного Курултая. Субтитры создавал DimaTorzok